Точка кипения – место, где объединились представители бизнеса и органов власти, предприниматели, общественные деятели, студенты и преподаватели, для того, чтобы совместными усилиями реализовать проекты в планах открытия лаборатории, где всё задуманное можно осуществить. На данный момент университет уже занимается покупкой специального оборудования, например, 3D-принтера. Ректор Юргу Александр Шестаков отметил, что ВУЗ стремится сделать прорыв в области инновационной деятельности. Именно этому будет способствовать точка кипения. Ведь она – центр идей, которые должны реализоваться. Точка кипения – это очень важный первый шаг в этом направлении. Самое главное – это идеи. Если нет идей, дальше развивать нечего. И здесь, в этом пространстве, мы будем генерировать наши молодые люди, студенты, аспиранты, молодые преподаватели будут генерировать такие идеи. И мы хотим, чтобы эти идеи воплощались. В один день по всей стране открылись десятки точек кипения. Число инновационных площадок увеличилось с 19 до 41. По словам заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, проекты в первую очередь должны быть интересны, актуальны и способны к реализации, принося при этом коммерческую прибыль. Также они могут быть направлены на развитие страны, региона и города Челябинска. Это действительно один из способов сделать некий технологический прорыв, действительно резкий шаг вперед. Именно за счет привлечения молодых умов, инициативных молодых людей. В данном случае, в этой конкретной точке кипения, речь идет о студентах ЮРГУ и не только ЮРГУ. Для того, чтобы идеи перешли из статуса идеи в статус конечного продукта, услуги. Отметим, что подобные платформы открываются при поддержке автономной некоммерческой организации «Платформа национально-технологической инициативы». Именно они летом этого года на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколково выдвинули предложение о создании университетских точек кипения. Наша задача – вовлечь максимально национально-технологический тех, инициативу, все вузы, вовлечь максимальное количество людей. Южно-Уральский государственный университет – один из первых в стране в кратчайшие сроки смог реализовать свою точку кипения. В нашем городе это уже вторая инновационная площадка. Первая уже несколько лет функционирует в IT-парке. Это то место, где инноваторы могут встречаться, находить родственные себе души, обсуждать самые сумасшедшие проекты, которые на самом деле потом будут реальностью. У нас работает точка кипения в IT-парке. Это успешная точка кипения, которая имеет очень хорошую статистику тех встреч, которые на ней постоянно проходят, очень качественных. У нас очень интересные спикеры приезжают в эту точку кипения. Торжественное открытие прошло по-настоящему инновационно. Робот высыпал сухой лед в фонтан, тем самым ознаменовав. Точка закипела. А красную ленточку в воздухе подняли дроны. Одним из них управлял Максим Пьянков. Мальчику только 12 лет, а он уже не один год программирует дроны и ведет с помощью них видеосъемку. Максим занимается в детском технопарке «Кванториум». На точке кипения у нас была поставлена следующая задача. Есть два дроны. Первый – это «Мавик ПРО», второй – это «ФАНОВ-4». Между нами должна была быть натянутая лента. И представители университета должны разрезать так, запустив начало точки кипения. Я очень люблю снимать на дроны. Я снимаю природу в основном. И вот недавно как раз попробовал себя именно в программировании дронов и соревнованиях. В день открытия прошло пленарное заседание на тему «Человеческий капитал в эпоху перемен. Место в стратегическом развитии региона». Также был представлен ряд докладов. Среди них – совместный доклад представителей российской венчурной компании Максима Томских и начальника службы подготовки и сопровождения проектов ЮРГУ Антона Нуркенова. «Скажем про национальную технологическую инициативу, про ключевые рынки, в рамках которых идет развитие исследований, производства, науки в целом. Соответственно, будут представлены несколько проектов, которые ЮРГУ реализовал в виде от идеи стартапа до готового прототипа. И как можно взаимодействовать с венчурной компанией для акселерации проекта, для ее софинансирования». Для того, чтобы стать частью точки кипения, необходимо зарегистрироваться на сайте «Лидер.АйДи». Затем на площадке агентства стратегических инициатив будет опубликован ряд мероприятий, которые могут посещать молодые инноваторы. На этот учебный год уже запланировано около 150. «Я считаю, что это очень важно для университета, для студентов, для преподавателей. Потому что, во-первых, это в принципе престиж повышает университета, в котором мы обучаемся. Каждый на этой площадке сможет реализовать свои идеи, планы, цели, задачи, достигнуть их как индивидуально, так и научиться работать в компании, в группе». После окончания мероприятия представители региональной власти Университета Ассоциации WorldSkills Russia. Компании лидеров в сфере IT оставили свои пожелания на стене в одном из залов точки кипения. Продолжение следует...